Свидетель Иоанн Златоуст в 32-й беседе на деянии святых апостолов говорит нам, откуда происходит страсть гнева. Каким образом можно исторнуть злую страсть, гнев? Как утолить эту сильную горячку? Посмотрим, откуда она произошла и уничтожим причину. Откуда же она обыкновенно происходит? Горячка гнева. От надменности и великой гордости. Уничтожим эту причину и вместе уничтожим болезнь. А что такое надменность? Откуда она происходит? Может быть мы отыщем ее еще в другой источник? Таким образом, какую причину укажет нам слово на ту и устремимся, чтобы исторгнуть зло с основания и с корнем. Откуда же надменность? От того, что мы не заботимся о себе самих. О свойствах земли, хотя мы и не земледельцы, стараемся мы узнать. Также и о свойствах растений, и о свойствах золота. Хотя мы и не торговцы, об одеждах и обо всем. О нас же самих и о нашей природе не хотим нисколько знать. Но кто же, скажешь, не знает собственной природы? Многие. И может быть все, кроме немногих. Если угодно, отсюда я и начну обличение. Скажи мне, что такое человек? Есть ли кого спросить, чем он отличается от бессловесных? Как он сроден с существом небесным? Что может сделаться из человека? Мог ли бы он отвечать правильно? Не думаю. Как о какой-нибудь вещи, так и о человеке можно сказать. Человек есть существо. Но он может сделаться и ангелом, и зверем. Не странными ли кажутся вам эти слова? Но вы часто слышите их в Писаниях. Ибо о некоторых людях говорится, что он вестник Господа. И закона ищут от уст его. Малахия 2 глава 7 стих. И еще говорят. Посылаю ангела моего. Там же 3 глава 1 стих. А некоторых же, что они змеи, порождение и хиднины. Матфеев 12 глава 34 стих. Так, по собственному настроению, человек может быть всем и ангелом, и человеком. И что говорю ангелом? И сыном Божиим. Я сказал, говорит Писание, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Псалом 81 стих. А еще важнее то, что он сам имеет власть делаться Богом, и ангелом, и сыном Божиим. Человек может, созидает ангела. Может быть, вас изумляют эти слова. Но послушайте, что говорит Христос. В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. Матфея 22, 30. И еще говорит. Кто может вместить, да вместит. 19 глава. Матфея 12 стих. Так ангелами делает добродетель, а добродетель в нашей власти. Следовательно, мы можем созидать ангелов, если не по естеству, то по произволению. Без добродетели нет никакой пользы. Быть ангелом по естеству, это доказывает дьявол, бывший таким прежде. А с добродетелю нет никакого вреда быть человеком по естеству. Это доказывает Иоанн, бывший человеком, Илья, вошедший на небо, и все имеющие отойти туда. Ибо им и тело не воспрепятствовало обитать на небе, а те, будучи бестелесными, не могли остаться на небе. Посему пусть никто не скорбит и не жалуется на свою природу, как бы она препятствовала, но на свое произволение. Тот лев сделался из бестелесного, сие говорит апостол, противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 1 Петра 5.8 А мы делаемся ангелами из телесных, подобно тому, как кто-либо, нашедший драгоценное вещество, например, жемчужину или перл, или другое что подобное, и пренебрегший им, как несведущий в таких вещах, понес бы великую потерю, так и мы, если не будем знать своей природы, то совершенно пренебрежем ею. Если же познаем ее, то окажем великое попечение и получим величайшую пользу, ибо из нее бывает царская одежда, из нее царское жилище, из нее царские члены, все царское. Не будем же злоупотреблять ко вреду своему собственную природою. Немного умолил нас Бог пред ангелами, говорит Псалом 8, 6 стих, то есть смертью, но и это мы получили на малое время. Итак, ничто не препятствует нам сравниться с ангелами, если мы захотим Господу нашему славу во веки веков. Аминь. И еще, братья, беседа святителя Иоанна Златоустова. Итак, приступим все с чистой совестью. Пусть не будет здесь Иуды, с лукавством относящегося к своему ближнему, да не приступает. Никто из нечестивых, имеющий в сердце своем скрытый яд. И теперь присутствует Христос, устраивая трапезу. Не человек тот, кто притворяет предлежащие в тело и кровь Христову. Священник стоит только, исполняя образ, и приносит молитву, а все совершает благодать и сила Божия. Сие, говорит, есть тело мое. Это изречение прилагает предлежащее. И подобно тому, как то изречение, гласившее «плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю» Бытие 1.28, было словом и стало делом, давая человеческой природе силы к чадорождению, так и это изречение, гласящее «сие есть тело мое» постоянно взращивает силой благодати тех, кто достойно принимает священную трапезу. Итак, да не будет здесь ни лукавого, ни нечестивого, ни хищника, ни ругателя, ни брата-ненавистника, ни сребролюбца, ни пьяницы, ни корыстолюбца, ни мужеложника, ни завистника, да не будет здесь преданного блуду ни вора, ни злоумышленника, чтобы не подвергнуться суду. Тогда Иуда недостойно был участником тайной вечери и, выйдя, предал Господа. Это случилось так для того, чтобы ты знал, что кто недостойно участвует в таинствах, на тех особенно всегда нападает дьявол и что они подвергаются большему наказанию. Говорю это не с целью устрашать вас, а чтобы сделать вас более внимательными к себе, как телесная пища, попавшая в худосочный желудок, усиливает болезнь, так и пища духовная, когда она принимается недостойно, навлекает большое осуждение. Итак, убеждаю, пусть никто не приступает, имея в душе нечистые помыслы, но очистим наше сердце. Мы храмы Бога, если пребываем чисты. И сделаем чистой душу нашу, ведь это можно сделать в один день. И каким образом? Если имеешь что-нибудь против врага, брось гнев, прекрати вражду, чтобы получить от трапезы отпущение грехов. Аминь. Аминь.